Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Транзит власти намечается в Беларуси? Ну это дело внутреннее белорусов, насколько я понимаю, батька молод и здоров, чувствует себя прекрасно. Знаете, каким он парнем был? Как на лед он с клюшкой выходил? Вот он с клюшкой выходит на лед, умирать не собирает. А, значит, каким образом он попробует передать власть своему Коле или не Коле, а еще кому-то? Это вопрос нескорый. До этого времени еще тысячу раз поругается с Россией, тысячу раз помирится с Россией. Но, в принципе, я думаю, никаких чудес в Беларуси не будет. Никакая белорусская монархия там не появится после ухода батьки. Империю Ким Чен Ына он там не создаст. Это будет обычное, достаточно отсталое восточно-европейское государство со сменяемостью властей, с более или менее бедной, но рыночной экономикой, которая будет обивать пороги Евросоюза. Но когда это будет, это сказать сегодня трудно. Путину понадобится возможность оставаться в ранге руководителя, может быть, нового государства России и Беларуси? Показатель для России исключительно низкий, да и для Запада не такой уж высокий. Поскольку никаких перспектив улучшения реальной жизни нет, кроме парадов предложить народу нечего, то формула «если надо, повторим» по отношению к Путину не работает. Не надо, не повторим. Поэтому психологически пойти на новый срок Путину, я думаю, в 2024 году будет невозможно. Но если он этого захочет, то для этого нужны действительно какие-то исключительные обстоятельства. Но присоединение Беларуси в список этих исключительных обстоятельств не входит по той простой причине, что Беларусь не хочет присоединяться и не будет присоединяться. А присоединить ее против воли и самого бочки, и огромного большинства политизированных граждан Беларуси просто невозможно. Ну что, их завоевывать, танковые дивизии туда посылать? Поэтому разговор это пустой, обычный очередной российский пиар-треск. Полная бочка. Молчит, а пустая гремит. Вот этой формулой «пустая бочка гремит» описывается вся, без единого исключения, внешняя политика России. Маниакальное желание совать ручонки шаловливые, куда вас никто не просит, по всему миру что-то такое из себя изображать. В Венесуэле мы, в Северной Корее мы, в Сирии мы, с Ираном мы. Где же нас нет? Ну везде мы. Правда, при этом, значит, штаны с худой задницей все время сваливаются, но времени их подтягивать нету, зато прыгаем еще сильнее. В ходе этих больших прыжков, глядишь, штаны опять к заднице прилипнут. Ну я еще раз говорю, чтобы там не болтали мои коллеги-политологи, есть простая и надежная формула. Пустая бочка гремит. Вот она и гремит, как может.